Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер, и это новое видео ПГ Final Fantasy VIII, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами выполнили последний квест в деревне Шуми, ну, насколько он последний я пока не знаю, но вроде на данный момент он последний. Так, по сути, всё. За долгое отсутствие видео по финалке я извиняюсь, конечно, я фармил, да, были некоторые проблемы с фармом. А точнее, проблемы с фармом предмета, некоторого, который надо было выбивать из Ошу, недалеко от Галбадийского сада. По сути, я его выбил, да. И были ещё проблемы с выбиванием карты Синего Дракона, которая тоже нужна для одного из оружий, для крафта одного из оружий. Поэтому сейчас отправляемся с вами на крафт оружия, а потом кое-что, что я забыл сделать именно здесь. Давайте сначала пойдём скрафтим. Ну, как забыл, мне сказали о том, что надо это сделать, и сказали мне об этом довольно давно. Почему-то я об этом вспомнил только сейчас. Так, давайте. Сквол. Огненную саблю. Зел. Перчатки. Так, квистис. Красный скорпион. Ну, и для сельфи я сделал утреннюю звезду. По сути, всё. Теперь у нас новое оружие, вырос ещё урон. А, да, кстати, я с привязками тут почудил немножко, раздавал немного ребятам всякие регенерации и всё остальное, и вроде как это выглядит довольно забавно. Можно на автомате теперь ставить атаку, и у них всё там вырастает в разы. Я сам, на самом деле, удивился, как это работает, а это очень неплохая штука. Как мы видим, у Зелла 2400 хп. Извините, но на секундочку. Просто собирая регенерацию, можно поднять так хп. Я, на самом деле, был удивлён. Ладно, не суть. Что мы забыли сделать здесь? Здесь мы забыли сделать следующее. Здесь можно, оказывается, у мэра выбить карту Квозекотла. Вроде как. Ну, насколько мне известно. Насколько это сейчас быстро получится, я не знаю. Не могу ничего говорить по этому поводу. Мы, блин, сделаем это как получится. А далее уже отправляться будем в новое место с новыми квестами. Там будет парочка стражей, вроде как. Ну, насколько парочка, я не знаю, но один страж уж точно будет. Ладно. Кажется, ты знаешь правила малоизвестные в этой области. Давай поиграем по нашим правилам. Баламба и по наш... Давай играть по правилам Баламба и по нашим. Давай. Сыграем? Конечно, сыграем. Что у тебя тут? Ну, в принципе, всё то же самое. И у него ещё правила сейм. Окей. А, да, кстати, недостающие карты кое-какие я выбил, поэтому у меня карт сейчас довольно много. Так. В этот раз нет, не повезло, да? Ну, хорошо, ладно. Давай вот так сходим. У меня тут целая стратегия была, целая выработана. Но, блин, для первого хода она не очень сильно работает с моими картами. Это на самом деле обидно. Смотрите, как он медленно ходит. И снова персонаж, который очень медленно ходит. Ну, окей, ладно. Главное, нашими картами не подставляться. Наши будут сложнее отбить. А его карты мы спокойненько отбиваем. Так, ну раз он сам нам отдал верхнюю карту, давай сделаем вот так. Угу. Ну и ставим последнюю. Вот и выиграв. Так, заберём, наверное, карту... А, карту чего? Да давай Виндиго заберём. Скорее всего, золотые шары нам пригодятся. Да-да-да, бухти-бухти. Просто дай нам карту, которая нам нужна. А потом уже будешь бухтеть. Ну, походу, я её сейчас фармить сам буду. По-быстрому, за кадром, нафармлю её, а потом уже к вам присоединюсь. Но эту игру, скажем так, я закончу. Так, чё мы можем сотворить? Ну, давайте пока отдадим им уход, скажем так. Угу, значит, так решил поступить, да? Семёрочки с бочков у тебя есть, да? Не очень приятно, причём на двух картах. Ладно, давай вот так. Окей, давай забираем её. Угу, и забираем вот эту. Всё. Снова победа. Так, эм, что у нас тут? Ну да, Кристо заберём, пускай будет. Я травмы довольно много нафармил. Ладно, короче, как найду карту Козы Котла, я к вам вернусь. Так. Нашёл я, короче, карту Козы Котла, но она на самом деле чё-то какая-то такая себе. Не, ну, может быть и не такая себе, но... 2-4. Я прям даже не знаю. Сомнения меня берут, короче, по поводу этой карты, но ладно, ещё посмотрим. Надо её сначала отыграть. Давай вот так сделаем. Специально не забираю сразу карту, чтобы потом проблем с этим и не было. Чтобы потом проблем с этим не было. Угу, он назад её забрал, эту карту. Шестёрочка одна есть, да? Ну, давай. Окей, всё. Победил. Забираем Козы Котла. Не знаю, где-то минут 10 я потратил на это всё. Но суть в том, что я забрал карту Козы Котла. Теперь у нас она тоже есть в наличии. Так, а сейчас мы с вами отправляемся вроде как в руины центра. Сейчас вернёмся с вами на корабль. Ой, на корабль. Ну, хотя это можно назвать кораблём, но с натяжкой с большой. Вернёмся с вами в сад. И отправимся тогда туда, уже на место. Находится это вроде как на южном континенте. Ммм, где-то в центре. Такая большая-большая башня. Да ёмы... А! Тьфу, я пытаюсь наверх забраться. Мне же надо поговорить с этим чудаком. Я как-то и забыл про это. Из головы как-то вылетело. Так, идём нас в сад. Идём в сад. Так. Мостик небольшой. Чаще, по идее, лесенка должна быть. Ну, конечно, как без неё. Ну и идём в сад. Он уже близко. Так, вот он вход. Шуруем к лифту. Прямой дорогой. И поднимаемся на третий этаж. Где там лифт-то, ну? А, да, кстати. Если бы я знал, что у этого деда, помимо карты Квазекодла, так много белых... Так много блю дрэгонов. Блин, я знал бы, где это формить. Можно было. Эх, ну, а как оказалось, у него, помимо карты Квазекодла, были ещё и в большом количестве синие драконы. Но мне не повезло. Ладно. Там, где я их формил, их было очень мало. И они выпадали очень редко. Ладно, готовы к отправке? Конечно, готовы. Отряд не меняется. Кстати, да. Скволл 31 уровня, Зелфглад 6 уровней, квестей с 24. Об этом я забыл сказать. Так, отплываем немножко от... горизонт рыбаков, иначе будут проблемы с ним. И нам надо этот мостик обогнуть. Мостик обогнуть... Хотя, может быть, и не придётся его огибать. Давай разворачиваемся. Попробуем сейчас по-другому немножко поступить. Не знаю, получится вообще что-либо из этого или нет. Нам бы как-нибудь... Не, всё-таки придётся огибать как-то мостик. Но сейчас мы с вами его... Вот здесь вот по бережку обойдём. Где-то тут есть выходный берег, но я не помню где. Серьёзно, нету? Придётся через верхний остров это делать. Блин. Ну ладно, сейчас. Сейчас тогда переберём... По-быстренькому перейдём через островок, а там уже дальше видно будет, как будем двигаться. Мы очень медленно перемещаемся по карте. Ну, сад, он всё-таки здоровый, поэтому неудивительно то, что мы медленно перемещаемся. В принципе, неудивительно. Так, где тут? Вот. Вот, подъём на земь. Сейчас с вами поднимемся, переплывём. Ой. Передвинемся через мост, чтобы мост нам не мешал. На самом деле он очень мешает перемещению. Так, и где-то вот здесь вот поблизости должна быть эта здоровая вышка. Куда нам, собственно, и нужно. Так, сначала нам надо... Сначала нам надо бы подъём найти. В чём будут некоторые проблемы, мне кажется. Подожди, или не будут? Эм... Мне бы вид сменить. На самом деле, было бы очень приятно. Я потому что нифигашеньки не вижу. Может быть, он где-то здесь, в лесу. О, отсюда хорошо видно. Так, какой-то... Что-то непонятное мне нафиг не нужное, по идее. Нам ближе к верху надо держаться. Он вроде как в верхней части Южного континента. Ну, ты-то континентом-то с натяжкой называешь. В принципе, какие-то полуострова непонятные. Ну, не полуострова, а острова, на самом деле. Нам налево надо глянуть. А налево мы нифига не видим. Но нам нужен, по идее, тогда вот этот остров, да? Или я ошибаюсь? Что вполне, кстати, возможно. Но подъема на этот остров я вообще, в принципе, не вижу. Может быть, он где-то с внутренней стороны острова, так скажем. Да, действительно, вот он. Блин, а как я его пропустил тогда? Странно, очень странно. Так, где здесь эти руины центра? Ага, не пускают меня туда дальше. Из-за особенностей... Ландшафта. Так. Походу, блудить я сейчас здесь буду очень долго, да? Я могу еще раз свериться с картой, в принципе. И по-быстрому найти, а потом к вам вернуться. Странно здесь. Все это расположено очень. Не. Похоже, я сейчас так и сделаю. Обращусь к карте и потом к вам вернусь. Потому что что-то я... Не вижу, чтобы здесь что-то было похожее на башню. Может, я все-таки не там смотрю? А вот еще один какой-то заплыв есть. Какой-то бережок есть. Может быть, где-то здесь. Так, здесь на горе ничего нет. За горой я не уверен, что там что-то есть или нет. Может быть, все-таки там. Но нас туда все равно не пускают, как бы, да? Да, и нас сбрасывают оттуда. Вполне логично. Вполне логично. Так. На бережку здесь, кроме леса, ничего? Ничего. Понял. Значит, на эту локацию мы попадем опять с помощью какого-нибудь Чокоба. И в этом лесу по-любому чуть-чуть заныканым. Просто так вот лес не будет прятаться за горой. И к нему можно было бы попасть. Ну, либо это будет улучшенный сад, чтобы мы смогли преодолевать любые препятствия. Что, кстати, тоже вполне себе. Так, здесь пустыня у нас. За пустыней вроде тоже ничего нет. Да, наверное, все-таки я к карте сейчас оброшусь. А обращусь, доплыву и тогда к вам вернусь. Оказалось, что выглядит это не совсем как башня. Но я ее нашел все-таки. Вот она, она перед нами. Сейчас будем в нее заходить. Так, садимся. Ну и отправляемся внутрь. Так, у нас есть время. Таймер. 20 минут. Короче, советы по прохождению. Я Один. Окей. Ты Один, я тебя понял. Как тут лесенки красиво переливаются. Говорили забить на все и бежать сразу вперед. Мы типа в любом случае еще успеем это все поднять. У нас просто очень мало времени. Прям максимально мало. Бежим, 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 бежим. До самого босса. До первого. А точно мы здесь можем что-то сделать? А, это типа лифт. Ну вот еще лестница есть. Нам не на нее. На нее. Мы успеем все здесь изучить еще. Я уверен. Блин, ну тут вот прям, прям точка вытягивания очень близко. Давай, наверное, соберем ее. Она прям очень близко. Айра. Давай, скволу отдадим ее. Но похоже мне не на эту. Да, мне не на эту лестницу надо было. А перепрыгнуть на другую я не могу, и это очень много времени отнимает. Ужасно. Но, кстати говоря, есть там одна хитрость вроде, которая работает. Хитрость эта заключается в одной из дверей. Перед боссом. Якобы в эту дверь можно выйти и войти еще раз, и мы, собственно, обнулим так таймер. Не знаю, правда ли это или нет, но рисковать лучше не будем. У нас всего 20 минут. На все про все. Ну ладно, сейчас будем проверять. Так, залезть-то мы залезли. А, нет, еще не залезли. Я так понимаю, мне на самый верх. Ммм, или нет? Так, какой-то проход. Ладно, проходим внутрь. Здесь какой-то... Я уже активировал, да? Хорошо. Что это мне дало? Кто знает, да? Так, понятно. Подожди, еще раз, я лучше зайду. Проверим. Если там действительно эта дверь работает, то будет все прекрасно. Да, все здесь включено. Зачем, правда, мне неизвестно, но... Значит, так нужно. Одна лестница. Вторая лестница. Ну, по идее, сейчас передо мной... Да, открылся какой-то портал. Кип того. Окей. А, нет, какой-то портал. Это какая-то кнопка. Она просто заморгала. Ну, точнее, загорелась. Ну, давай. Ага, еще одна лестница. Хорошо. Пойдем. Пойдем по еще одной лестнице. Это еще какой-то проход. Так, мне зарплата очередная пришла. Хорошо. Так, что-то тут с глазами. Странное. Ладно, точка вытягивания тоже близко. Забираем боль. Боль. Окей. Кстати, Квистес у нас больше не может собирать всякие точки вытягивания, потому что она полная уже. У нее уже полностью заполнен... Так, подожди, камень. Тут нет левого глаза. Вынуть правый. Я так понимаю... Понимаю, мне не надо было вытаскивать правый глаз. Мы тут проходили мимо одного такого... А... Подожди. Внутрь нам никак не попасть. А, вот она, лестница. Я ее просто не заметил. Ну, давай подумаем, что мне надо было вытащить правый глаз сверху и вставить его вниз. Но почему-то мне так кажется, что наоборот надо было. Да, у статуи есть левый глаз. Давай выним и левый глаз. Вложить правый. Вложить левый. Понятно. Ничего не происходит, значит, мне их оба наверх надо. Не... Ладно, окей. Слишком какая-то странная периодичность действий. Оставить как есть. Блин, 15 минут уже потратили. Тем... Ой, 15, 5 минут уже. Лазаем здесь. Я, скажем так, не смотрел прям вот четенько подсказки все эти вот, какие там есть. Просто вот единственное, которое под подсказки я сейчас в данный момент придерживаюсь, это если больше 15 минут потратили, то выйти из двери и зайти туда снова и появится босс. Но нам, я так понимаю, надо на самый верх. Так, давай. Вложить левый. Вложить правый. 95, 630. Хорошо, а куда его вводить? Для чего нам этот пароль? 95, 630. Окей. Только не говорите, что мне глаза надо было забрать назад. Ой, ладно, давай за глазами. Давай за глазами. 95, 630. Вроде как. Вынуть правый. 95, 630. Я надеюсь, что я правильно запомнил его. И мне его не надо никуда будет вводить. Он вроде как генерируется случайным образом. Давай, запрыгивай быстрее. Ну что ж вы такие медлительные. Ну жуть. Давай, вложить левый. Вложить правый. Тому, кто повергнет меня, дам силы. 95, 630. 95, 630. Не 900. Серьезно? А, е-мое. Я уже было испугался, что у меня неправильный пароль. Капец. Так. Это дверь, да? Да, это дверь. Давай проверим, работает ли это дело или нет. Войдем снова. Нет, не работает. Прекрасно. Приготовься же. Слабый умрет. Сильно восторжествует. Победи мой меч, и я дам его тебе. Ради чести начнем же бой. Окей, вот он как раз таки босс. Эх, жалко здесь нет квик-сейвов. Я бы воспользовался. Так, хорошо. Первым делом что делаем? Попробуем вытянуть его. Да? Да. Тут есть два вытягивания. На запасать я не могу. Окей. А, ну че, атакуем просто. Может быть усыпить получится. Сквол тоже, кстати, запасать не может. Зел, может ты? Да, ты сможешь еще. Давай тоже попробуем не вытягиваться. Окей. Карбункла бы вызвать на самом деле. По-хорошему. Но у нас там места нет. Зел, давай. Вытягивание. Давай вот это запасай. Опять-таки не вытягивается. Усыпите его кто-нибудь, ну. Эх, не вовремя нажал. Ладно. А что там не вытягивается-то, интересно? И почему не вытягивается? Во, попал. Вовремя. В тайминг влетел. Ладно, давай, Левиафана позовем. Также позовем дьявола. Ну и также, наверное, приз... Нет, попробуем вытянуть еще раз. Не получается. Так, посыльной тьмы у нас не усиливается. Блин, надо было того, кто усиливается, призывать. Ну ладно. Похоже, что Стражей призывать плохая идея, потому что времени у нас мало. А ХП, по-моему, у этого босса довольно много. Кстати, первый раз вижу этот призыв. Выглядит довольно симпатично. Ну, я так понял, он нам контратаковать не будет нас. Ничем. Ну, либо у него очень медленная атака. Поэтому просто закликиваем его обычными атаками. Делать больше нечего. На, по лицу. На, по лицу. Еще. Один довольно сильный, я так понимаю. Блин, а у меня 10 минут. Смогу ли я за 10 минут его работать? При моей-то такой атаке слабой. У меня более-менее сильная атака, только у сквола. Надеемся на то, что получится. Может, надо было какой-нибудь магией воспользоваться, типа, вытягивание, удар-вытягивание. Блин, у нас ни у кого тут, типа, магии нет. Хотя вот, магия есть. Ой, даже не знаю, чем. Давай ульти мы используем одну. Хочу хоть посмотреть на нее. И будет ли она наносить урон? Хотя зел у нас такой себе маг. Ну, 700, да, неплохо. Будем честными. Урон вносит, но использовать я ее не буду на постоянной основе сейчас. Хотя это единственный момент, когда нам надо бы ее использовать на постоянной основе. Но она тоже довольно много времени подъедает. Что? Серьезно? Джиме Газелья, 8 штук. Карта Одина. Страж 20 АП получил. Ну и? Не понял юмора. В Стражах он не добавился. Но таймер закончился. Я, может, чего не понимаю? Хм. Хм. Не знаю. Ну давайте попробуем уйти отсюда. Ну, может, он будет, типа, случайно приходить? Я не знаю. Но за победу нам ничего абсолютно не дали. Ну как, дали немножечко всякой вот этой вот хреновиной интересной. Типа АПшечки для Стражей. Но опыта как такового нам не насыпали. Из предметов дали живо-зврат. Не знаю, отток есть. Ну, давай заберем отток. Ну, он вроде как может приходить будет в боях случайным образом и рубить врагов. В принципе, вполне логично. Типа, у нас есть такой предмет, как Феникс. Может, он так же работает. Я, типа, не сильно в этом уверен, но вроде как так как-то. Даже не знаю. Ладненько, давайте тогда, наверное, с вами вернемся на... Ну как, вернемся на... Вернемся в сад, где он-то, кстати, есть. Я потерял сад. Не-не, серьезно, где сад? А, вот он. Фу. Вернемся в сад, сохранимся, да и все-таки закончим уж, наверное. Я специально это место покидать не буду, подожду комментариев, но... Блин. Если я правильно понимаю, то как Стража его, в принципе, нет. Поэтому давайте на первый этаж. Я понимаю, что мы могли сохраниться в... На карте мира, но... Почему сохраняюсь именно в месте отдыха, скажем так? Там можно, типа, подлечиться. Восстановить хп полностью. И можно поспать. А там, на карте мира, надо использовать обязательно палатку, чтобы воскресить... Ну, восстановить полностью жизнь. Поэтому я лучше добегу сюда. Давайте-ка тадам. Пойдем сюда, поспим. А дальше будем думать уже в следующей серии. Насчет того, что нам делать, в принципе. Я еще на крайне конформации по этому поводу почитаю, но... По-моему, это все. Давайте по этому сохраняемся. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.